Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы на все смотреть открытым оком. 38-й видеоролик, не закончен был ответ, а монашествующих почему не избирает такой путь. Продолжение. Павел Камильский, 10 января. После того, святой Павел и спросил у преподобного Серкия благословения удалиться в пустыню и жить там в полном уединении, переходя с одного места на другое. Потом блаженный подвижник отправился на Белое озеро к преподобному Кириллу в основанной им обитель в Успении Пресвятой Богородице. У преподобного Кирилла святой Павел жил некоторое время в уединенной келье, а затем снова удалился в пустыню на реку Адрол и поселился в отшельнической келье. Ноизин был оттуда игуменом пустыни и перешел в городец на Волге, где и пребывал в Федоровском монастыре, а затем и уединенно предавался иноческим подвигам в разных пустынных местах, пока не пришел в Камильский лес. Здесь, на берегу речки Грязовицы, преподобный поселился в дупле большого липового дерева. Три года прожил святой пустынник в этом дупле. День и ночь, проводя в молитве и посте, со слезами работая Богу, это уже стандартное всех одинаково. Ход дупло это нестандартное, потому что таких больших деревьев не скоро найдешь, чтобы дупло было. Благословляя святого Павла на пустынное жительство, преподобный Сергий вручил ему уже творящий крест. В синклетике, житие 5 января. Цитата. Дабы явиться угодной очам Христовым. Устремив к Богу весь свой ум, она одержала победу над невидимым врагом, дьяволом, возбуждающим людей ко грехам. По смерти своих родителей она раздала все имение свое нищим и убогим. А сама отреклась от мира, дошедшей ради Бога до крайнего обещания. Взяла с собой сестру, лишенную зрения, и поселилась в могильном памятнике своего родственника. И наческий сан она считала столь великим, что не знала, как возблагодарить за него Бога, ущедрившего ее. Вот ни одного шага нет евангельского. Это все можно принять. Повторяю, монашеский подвиг, все признаю. При одном условии, что нет Евангелия, Библии нет на земле. Феодосий антиохийский, 11 января. Родители его были люди благочестивые, и он от них получил доброе доставление в законе Господнем. Внимая высочайшие заповеди Спасителя нашего, блаженный Феодосий оставил родной дом, сродников, богатства и прочее благо житейские. Он удалился в лесистую местность на берегу моря, и здесь построил себе малую келью, в которой и поселился. Здесь преподобный проводил свое высокое иноческое житие, облегшись во власянецу, возложив тяжелые береги, одни на шее, другие на чересных и третьи на обеих руках. Все свое время святой Феодосий употреблял на молитвы и труды, порабощая тем плотские желания, гордость и прочие человеческие страсти. Волосы на голове его отросли до того, что покрывали ноги. Но это не сегодня, чтобы все это было выдумано. Еще раз скажу, без Евангелия. Если Евангелие есть, тогда все это безбожие. Это новая религия, придуманная своими силами, попыткой избавиться от страсти и получить обещанное благо Царства Небеса. Ничего не получат эти люди. Это ложный путь. Ложный на 100% при том. Идите по всему миру. Не жениться Бог, не запрещает. Ничего этого нет. Но одному, конечно, лучше. Не связанный служить для Бога, для ближнего. А как ближнего в пустыне служить, когда никого рядом нет? Савин, 12 мая. В то время вместе с этим мужем пришел к Епифанию и Савин. И, отрекшись от мира, остался с Епифанием и принял иночество. После всего он ушел с Епифанием в пустыню и пробыл там вместе с ним пять лет. Когда святой Епифани был епископом на острове Кипре, то пожелал рукоположить Савина в сан пресвитера. Но он не соглашался на это. Тогда преподобный ввел его в церковь и сказал ему, стань здесь и стой неподвижно. Он стал, причем ноги его были как бы пригвожденными к земле. И святой Епифания рукоположила его в пресвитера. После смерти Епифания Савин стал преемником его. Занял епископскую кафедру в том же городе Констанции, где был епископом Епифании. Какой же епископ? Ну как от таких могло возрождаться что-то? Как было не прийти мусульманству-то? Его день и ночь криком кричали своими поступками, Господи, дай нам бич какой-то. В лесе Мухаммада он пришел и наказывает по сегодняшний день. Они кричали в России вот эти монаши, если дай Господи нам наказание на путь Есиный. Пришел Ульянов дворянин и такой разор сделал. Речь шла на миллионы, миллионы. Крови все было залито. Научились. Пришла перестройка, опять монастыри, монастыри, монастыри. Не объяснить ничем нельзя. Полным безумием, совершенным неразумием того, что делается. Никак это нельзя объяснить. Идите по всему миру, идите, не идут. Сектанты приехали, идут, учат, завозят. Тысячи Библий здесь ничего идут. Купить по дешевке, перепродать в церкви. Перепродажа идет иногда в 5-10 раз дороже. Я это сам видел. Ну какая же это вера и какие это люди? И зачем они нужны? Поэтому на Украине везде эти мятежи друг друга истребляют, воюют. Ничего верующего-то нет. Но если бы пришел сейчас патриарх и был такой, как Павел, то изменил что-то? Не знаю, потому что такого не было ни разу. Но если бы был, значит, невзотворже ему идти. Необходимо все силы приложить, чтобы выполнить волю Божию. Саввати Соловецкий, 27 сентября. Саввати был любим и почитаем всеми, являясь образцом добродетельной и трудолюбивой жизни для прочих братьев монастыря. Так что имя его постоянно прославляло синоками, непрестанно помышляло об удалении из Кириллова монастыря и о нахождении нового места для своих монашеских подвигов, где можно было бы проживать в безвестности и уединении от людей. Вот одержимость какая-то. Людей не видеть, не знать. Почему? Одно зло в людях видели. И тогда молятся, есть ли кто лучше меня? Это не гордость. И Бог показывал среди мирских, среди женщин, которые живут с мужьями. И они выше его. Ну и стоило теперь тебе все это делать. Вот в монастыре надо жить, а вот нет. Киновийный образ они не принимают. Ему надо быть шатухой. Ну и если только он где-то еще икону увидал, ну видал-то неизвестно. Ну монастырь заложил, все, святой. Тягостясь с почитанием и похвалами братья, и вновь помышлять об отыскании безмолвного уединенного места для своих подвигов. Подвиги какие? Поубить любовь, сжечь себе любовь к Богу. К Богу-то нет любви, когда не по слову Божию. И к ближнему. То есть эти монахи работали на истреблении любви двух заповедей. Они боролись и боролись против этих заповедей. Как можно любить ближнего, когда ни одного нет ближнего? Даже в монастыре не могут ужиться. Преподобный радовался духом. И объявил горящим желанием поселиться на Соловецком острове для подвигов безмолвия. Тайно ночью ушел из монастыря, никем не замеченный. Знал ходы-выходы. Соловецкий остров далеко отстоит от берега. Путь к нему затруднителен и неудобен. Плаватель же достигает до острова лишь через двое суток плавания. И при том при тихой погоде. Расспросив наиболее подробно об острове, преподобный Саватий пришел к мысли, что это удобнейшее место для подвигов безмолвия. Иноческого уединения. Соловки. Длиной от севера-юга около 25, а шириной до 16 верст. Вот эти Соловки и будут их выправлять. Вот в Соловецке там лагерь будет устроен. Секирка гора. Вот там они будут. И Ларион Троицкий. Всех туда упекут. Не знали, как туда прийти. Знают. Тягости дальней дороги, соединенной с аскетическими подвигами, подорвали силы благочестивых паломников. Когда они достигли Антиохии, где нашли народушный прием у Ивагрия, то Иероним заболел. А Иннокентий к великой скорби блаженного отца даже умер. Умер и Ила. Печаль усилила болезнь Иеронима, продолжавшееся довольно долгое время. По всей вероятности до весны 374 года. И болезнь от того, что питался неправильно. Все неправильно. Но организм устроен на то, чтобы жить правильно. Не оставлял он и намерение удалиться в пустыню, куда особенно влекло его по смерти близких лиц. Тем более, что Илеодор и Никей не хотели уже продолжать путешествие. Ануфри Великий, 12 июня. Когда день начал уже склоняться к вечеру. И я увидел стадо буйволов, шедших по направлению ко мне. Увидал та же раба Божия, шедшего среди животных, кто был Тимофей Пустынник. Когда стадо приблизилось ко мне, то я увидел мужа без одежды, прикрывавшего ноготу тело своего лишь одними волосами. Подойдя к тому месту, на котором я стоял и посмотрев на меня, человек тот принял меня за духа и привидения и стал на молитву. Ибо многие нечистые духи искушали его привидениями на месте том, как он сам рассказал мне потом об этом. Я же сказал ему, чего ты страшился-то, раб Иисуса Христа, Бога нашего. Посмотри на меня и на следы от ног моих, и знай, что я такой же человек, как и ты. Удостоверься осизнанием, что я плоть и кровь. Пощупай. Посмотрев на меня и убедившись, что я действительно человек, он утешился и, возблагодарив Бога, сказал «Аминь». Вот вся его речь. Аминь. За 30 лет первое слово сказал. В Орлам Печерский, 19 ноября. Великий дар, язык, отличающий от животных, которых называют бессловесными. Это на уровне бессловесных животных. Они все время то с бойловыми, то со свиньями где-то. То есть сами опустились на этот уровень. Никто их не наказывал, как на уходоносора. Антоний Печерский поставил в Орлаама игумена вместо себя. А сам привыкнув жить один. И не перенося людской суеты разговоров, переселился на другой холм, что под новым монастырем. И там выкопал пещеру, в которой и жил. Вот как суслики, как сурки. Выкопал и там и жил. Ни одного слова, даже намека нет от этого. Даже бесноватому Господь говорит, иди и засвидетельствуй им. Рассеявшиеся ходили и благовествовали. Не прятались. Иоанн Рыльский, 19 октября. Взойдя на одну высокую пустынную гору, он стал проводить там подвижническую жизнь, питаясь одними дикими растениями. Через несколько времени по дьявольскому научению на Иоанна напали ночью разбойники. Избившись, знали его оттуда? Тогда Иоанн ушел с той горы в Рыльскую пустыню, где продолжал строгую подвижническую жизнь. Там он поселился в большом дупле дерева, проводя время в постели и слезах, и совершая непрестанную молитву перед Богом. Ну, вот еще один, говорит, дятел. В пустыне он прожил 60 лет. Питался он там только растениями, никогда не видел человеческого лица, и был окружен одними дикими зверями. За такое терпение Иоанна, Бог, повелел на том месте вырасти гороху. Этим горохом блаженно питался многие годы. Только и дожился, что до горошницы. Иларион Великий, 21 октября. По Божьему повелению собрались бесноватые со всей страны, числом до 200, как в России, 200 тысяч, наверное. Мужчины, женщины пришли к святому, и по его молитвам все освободились от беснования. Пробыв здесь два года, преподобный решил удалиться отсюда, ища пустынного места, где бы ему можно было в безмолвии окончить свою жизнь. Отойдя оберст на 12 от моря, он ошел уединенное дикое место среди высоких гор. Вокруг него росло много плодовитых плодовых деревьев, плода которых, однако, ни разу не вкусил. Годная для питья вода стекала с горы. Тут же был цветущий сад, изображен ридерский храм, в котором жило много бесов, множество. Это место понравилось святому по своей чрезвычайной пустынности, и он прожил там пять лет. Юлиан, 12 октября. В юности своей он не получил внешнего образования, но приобрел истинное познание христовой веры, не на словах только, но на деле. Достигнув совершеннолетнего возраста, Юлиан удалился из мира и поселился в одной пещере, находившейся в Парфянской пустыне. Марон, 14 февраля. Преподобный Марон избрал себе подвиги без покровного жития. С этой целью он зашел на вершину одной горы, которая чтилась когда-то некоторым из язычников. Гора Атартен. Не ходи туда. Нашел там оставленный уже языческий храм, и, посвятив его Богу, стал жить в нем. Впоследствии он соорудил для себя небольшой шалаш, но мало пользовался им. В течение своей жизни он основал множество обителей и подвигами поста многих иноков сделал угодными Богу. Перенесший множество различных недугов, преподобный после кратковременной болезни, оставил эту жизнь и с миром отошел ко Господу. Вопрос 2002. Христос посылал своих учеников в мир, чтобы они преобразили мир благовествованием. Как же потом так получилось-то, что стали считать за святость нарушение повеления самого Спасителя? Ответ. Только потому, что Христос оказался не нужен, стали пользоваться своими правилами, совершенно не сверяя их с Евангелием и Библией. Потому и бежали от людей, а не к людям. Река повернула вспять, не туда, куда и Бог назначил течь. Иоанне 7, 51. Господин, жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Ударились чудеса, и чудеса потекли рекой от живых и от мертвых. Пристроился к ним и сатана, и он свои спектакли начал по затворам и монастырям регулярно проводить. Любящие чудеса все время смотрят на столы. То огонь, то колебания. А больше нужно смотреть на пол и под столы. Напрасно ли нам это предписано? Даниила 14, 18-21. И как скоро отворены были двери, царь в звену на столы воскликнул громким голосом. Велик ты, Вилл! И нет никакого обмана в тебе. Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь. И сказал, посмотри на пол и заметь, чьи это следы. Царь сказал, вижу следы мужчин и женщин и детей. И разгневший старь приказал схватить жрецов, жённых и детей. И они показали потаённые двери, которыми они входили и съедали, что было на столе. На столы надо смотреть. А потом на пол. Арсений Великий. 8 мая. Преподобный не всегда подвязался на одном и том же месте, но иногда переселялся из Китской пустыни в более уединённые и безмолвные места, удаляясь от приходящей для беседы людей, так как они нарушали покой его душевный. Вот главный идол – покой его душевный. Если ты ищешь покоя, Златоуз говорит, тебе гиены мало за это. А какой покой? Когда мир погибает. Когда люди Христа не знают, а ты пришёл покой искать. Какой покой? Когда там море бурное. Жизнь – это не поле перейти. Это море. И вот всё время об этом пишут, и как будто не видят и не знают, что идут против даже святых отцов и канонов. Косма Маюмский. 12 октября. Родители святого Яна Дамаскина взяли его к себе вместо сына и воспитали вместе наравне со своим сыном Яном. Купив у агарян в качестве раба одного и инока, именовавшегося также Космою, они отдали в обучение ему обоих отроков – Яна и Косму. Косма, обучившись у всего образованного инока, всей премудрости христианского ведения и достигнув совершенного разума и возраста, оставил суетный мир и, удалившись в одну обитель, возложил там на себя бремя иноческого пострига и добре позвидался в нём. Сергей Нуромский, 7 октября. И пробыл преподобный Сергей Нуромский у великого российского святила Сергия под паство и долгое время, внимая ему и последуя святому житию его. Здесь он упражнялся во многих подвигах и совершил много добрых дел, так что сам преподобный Радонежский чудотворец удивлялся ему, видя такое его рвение к Богу и любил беседовать с ним о духовных исправлениях. Полетел он духом, как птица, в гнездо своё. Искал он место, где Бог ему укажет, не имея с собой ничего, кроме души и тела. Устремившись к северным странам, пришёл он в область, покрытую дебрями, лесами, мхами и болотами. Тут обрёл он место в Абнорской волости, на реке Нурме, где впоследствии построил монастырь. В той же местности пребывал и великий Павел Абнорский чудотворец, который тогда жил ещё в уединении, во внутренней пустыне, на той же реке Нурме. Обители же и братства Христе его ещё не было. Придя на место, то и осмотрев его, преподобный Сергий весьма возлюбил его и воздал благодарение Богу за то, что он не презрел его моления, но привёл его на это место. И сказал он словами пророка Давида, «Это покой мой навеки, здесь селюсь, ибо я возжелал его». Псалом 131, 14. Павел Латерский, 15 декабря, посвятил себя всецело на служение Богу в одном монастыре, недовольствовавшись ими подвигами, чтобы всецело предаться Христу. Преподобный Павел удалился на безмолвие в пещеру, потом вошёл на высокую гору и поселился на ней. Один пастух, случайно обрезший преподобного в его уединении, доставлял ему пищу. Слава о дивных подвигах и святом житии преподобного привлекла к нему многих подвижников, которые, поселившись у подошвы скалы, устроили монастырь. Вот много учеников, это означает, он будет много отвечать за всех. Он ни одного не может наставить. Он их делает такими же, как он, мёртвыми. Вот они как эпикрис. Кто не пошёл, маленько проходит время, не уже заколебался, всё бросил. Ни жена, ни дети, ни родители, никто не нужен. Вот делались как больные, как одержимые. Но Евангелие-то можно было достать-то, даже его не было бы. Даже если бы на китайском языке, то бы выучил язык и стал считать. Пафнути Боровской, 1 мая. Немного спустя пришёл в монастырь, посланный от московского митрополита Геронтия. Пришли новые послы от великого князя и великих княгинь. Они настойчиво добивались свидания с преподобными его беседы. Долго Иннокентий отказывался и отлагал говорить о них болящему старцу. Но, наконец, доложил о посланных. Старец оскорбился на своего ученика и говорил ему, что все 60 лет своего инощества он постоянно обращался с князьями, боярами и другими мирянами. Теперь я понял, что нет никакой пользы от этого. Одно испытание для души. С твоим милосердием, не хотя смерти грешника без покаяния, дал мне Господь шесть дней для покаяния. А ты мне не даёшь покоя, наводишь на меня мирян. Уж теперь мне нельзя из кельи выйти, чтобы они не докучали мне. Агапит Печерский. 1 июня. Уже будучи при кончении, князь просил тогдашнего игумена Печерского Яна прислать к нему в Чернигов для врачевания блаженного Агапита. Игумен призвал его и известил о просьбе князя. Но блаженный Агапит, которого никто ещё не видел выходящим из ворот для врачевания вне монастыря, со смирением сказал, если я пойду для этого дела к князю, то и ко всем должен идти. Прошу тебя очень, не побуждай меня выходить за монастырские ворота ради славы человеческой, избегать которой обещался я перед Богом до последнего издыхания. Если позволишь, лучше я удалюсь в иную страну и потом опять возвращусь сюда, когда минет эта нужда. Серафим Саровский, 2 января. Но от такого необычайного молитвенного подвига и почти трёхлетнего стояния на ногах старец пришёл в крайнее телесное изнурение и получил тяжкие болезненные язвы на ногах, кое не оставляли его до самой смерти. И только тогда, наконец, прекратил он свой невыносимо тяжкий подвиг столбничества. По смерти старца Исаии преподобный Серафим не изменил своего образа пустынической жизни, но придал новый характер своему подвижничеству. Возложил на себя прежний подвиг молчальничества. Приходили ли к нему в пустыню посетители? Он не выходил к ним. Случалось ли ему самому встретить кого в лесу? Он падал вниз на землю, до тех пор не поднимал очей, пока встретившийся не проходил мимо. Один брат носил ему и пищу, и пустынную его в пустынную келью, особенно зимою, когда у старца не было своих овощей. Пища приносилась раз в неделю, в воскресный день. Когда брат входил в седе, старец, сказавший про себя аминь, отворял двери, потупив лесу в землю. И лишь когда брат уходил, старец клал на лоток, лежавший на столе небольшую частицу хлеба или немного капусты, в знак того, чтобы принести ему в следующее воскресенье. Некоторые даже как бы укоряли его за то, что он уединяется. Тогда как, пребывая в близком общении с братьею, он мог бы назидать их и словом и примером, не терпя ущерба и в благоустроении своей души. Но на все сии упреки старец отвечал словами преподобного Исаака Сирина. Возлюбив праздность безмолвия предпочтительно насыщению алчущих в мире. Безмолвие дороже, если кого-то он будет даже кормить в мире. И в фильме Великий, 20 января, проходя по пустыне, они пришли к одному утесу, около которого был расположен дикий овраг, в глубине которого протекал поток. На север от потока, на утесе, находилась пещера, в которой жили звери, и в которой можно было лишь с трудом пробраться по стене. Обрадовавшись, как будто место это было приготовлено им самим Богом, они поселились там, питаясь растущими травами, и в лавру уже не возвратились. Некоторые пастухи из Лазарии привели стада свои к этому потоку. И когда они подняли взоры свои кверху на гору, к пещере, то заметили неожиданно двух мужей, ходивших по утесу. Испугавшись, обратились в бегство. Отцы же кротким голосом кричали вслед. «Не бойтесь, братья, не бойтесь, ибо и мы, люди, но ради грехов наших живем в этом месте». Илья Пустыник, 8 января. Преподобный Илья вступил с ранней юности в иноческое житие и 75 лет провел в полном уединении, в отдаленной суровой пустыне близ Антиноя Фифаицкого. Невозможно передать словом те великие подвиги, которым он передавался на вершине дикой пустынной горы, откуда ни разу не выходил в населенные места и куда вела к нему проложенная среди острых камней узкая тропинка, на которой едва можно было ступить ногою. Усердствующие посетители находили старца сидящим под каменным навесом пещеры, темнота которой едва позволяла рассмотреть пустынника. А дряхлости и он весь трясся, и во житие его было более 110 лет. Другие отцы пустынники говорили преподобному Ильи, что никто не помнит, когда он поселился на горе. Под старостью он вкушал только по три малых куска хлеба, утром и столько же вечером, и по три соленых маслины. В юности же он принимал пищу лишь один раз в неделю. Приходивших к нему для назидания он получал так. Не предавайте себя во власть сатаны. Есть три проявления дьявольской силы, которые вызываются грехопадениями иноков. Первое – забвение. Второе – леность. Ну и хватит. И третье – похоть. Когда на инока нападет забвение, рождается леность, а от нее пресекает похоть, а от похоть и падает человек. Если же инок внимательно имеет страх Божий, не бывает у него ни лености, ни дурного пожелания, потому и бессилен против такого сатана, не силен он ввергнуть такого человека и в грех. И спасется такой человек Божией благодатью. Макарий египетский 19 января. В то время еще никто не селился в пустыне, кроме Антония Великого и никому неизвестного пустыника Павла Фивейского, подвязавшийся где-то во внутренней пустыне и виденного лишь одним Антонием. Этот старец проживал недалеке от селения Птинопор в пустынном месте, где он имел отшельническую келью. Он никогда никому не показывался из людей. На другой день рано утром Макарий пришел к старцу и открыл ему тайну своего сердца, что он желает всеми силами работать для Господа. И вместо усердной просил старца научить его, что ему делать для спасения души своей. Старец скажет, а Евангелие не скажет. Спустя несколько времени в селении Птинопор случилось прийти епископу той страны, и он, узнав от жителя из селения о подвигах блаженного Макария, призвал его к себе и против его желания поставил клирика в местной церкви, хотя Макарий был еще молод. Но святой Макарий, киготясь должностью клирика, которая нарушала его безмолвное житие, спустя несколько дней убежал оттуда и поселился в пустынном месте около другого селения. Вот почему я сказал вам, братья, я окончил преподобный Максим Макарий свою речь, что я еще не сделался иноком, но иноков видел. В другой раз Ава Исаия попросил преподобного, скажи мне, отче, какое-нибудь наставление на пользу душевную. Бегай от людей, отвечал ему преподобный Макарий. Что значит бегать от людей, спросил тогда Ава Исаия. Преподобный отвечал ему, сиди в своей келете и сокрушайся о грехах своих. Серафим Саровский, 2 января. Когда пурские посетители спрашивали Серафима, не имеет ли он передачу его своим родственникам, он указывал на лики спасителей Божьей Матери с улыбкой промолву, вот мои родные, а для живых родных я уже живой мертвец. Вся Россия в это время знала и чтила преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. Кирилл, 11 мая. В Константинополе царь и патриарь встретили блаженного Константина с похвалою за тот богоугодный труд, который он выполнил. Но недолго был Константин в Царьгороде. Скоро он ушел в одно тихое и глухое место, где стал заботиться только о своем спасении. Петр Афонский, 12 июня. Охотник, следя за оленем, увидел тогда направо от зверя ногового мужа с густой бородой и с волосами доходящими до чресла, тело которого обросло ими, как у зверей. Увидев преподобного, охотник страшно испугался и бросился бежать назад. Тогда святой Петр, заметив, что охотник устремился назад, возвал к нему громким голосом, говоря, «Брат, почему ты боишься, бежишь от меня? Ведь я такой же человек, подобный тебе, а не бесовское привидение, как ты подумал. Возвратись и подойди ко мне. Я расскажу тебе все о себе, так как тебя послал сюда Господь». Не боялись же рассказывать о себе? Ануфри Великий, 12 июня. Я весьма хотел узнать, есть ли еще другой такой пустыник, служивший Господу. Я весьма хотел найти его, дабы получить от него пользу для души своей. Отправляясь в предпринимаемый мною пустынный путь, я взял с собой немного хлеба и воды, которых хватило на непродолжительное время. Когда же хлеб и вода были мной уничтожены, то я воскорбел, ибо не имел пищи, однако я крепился и шел еще четыре дня и четыре ночи без пищи и питья. Так что весьма изнемог телом и упал на землю и стал ожидать смерти. Аза, 19 ноября. Потом желал быть воином не земного царя, а небесного. Он оставил воинское звание и удалился в пустыню. Благословен Господь!